Привет, друзья! В этом уроке будем рисовать пейзаж. Я подобрал для вас специально интересный сюжет. Над пейзажем работают следующим образом. Первое. Определяют границы рисунка. В этот раз мы будем делать рисунок вертикального расположения, но лист у нас будет все-таки по горизонтали. Наметим линию горизонта и после этого уже будем располагать основные элементы пейзажа на тех местах, где они должны быть. И вот как раз таки по расположению основных элементов будем по большей части говорить, потому что это есть композиция. И композиция пейзажа имеет свои особенности. Итак, давайте начнем. Рисовать я буду опять же на тонкой бумаге, все тем же карандашиком, как и в предыдущих уроках. Давайте с самого начала сделаем границы рисунка. Я не буду стремиться, чтобы это было прямо один к одному. Где-то в общем, в общих чертах это примерно одинаковый формат. Так, линия горизонта здесь немножко выше центра. Кстати, вот тоже вам совет такой. Не рисуйте линию горизонта идеально по оси, по оси симметрии. Лучше либо немножко выше или немножко ниже. Так рисунок будет привлекательней. Итак, чем же мне понравилась эта картинка? Во-первых, здесь есть задний план, есть средний план, на среднем плане дерево красивое, и есть передний план. Столбы, ограждения, и ближе всего к нам располагается фигура птицы. Она оживляет рисунок, и получает наш будущий рисунок, она будет оживлять. Поэтому есть все три плана. Дальний, средний, передний, это очень хорошо. И по расположению давайте. Есть такой нюанс, который называется правило третей. Как это работает? Правило третей работает очень просто. Если вы берете и ваш лист располагаете по вертикали, отмечаете, делите каждую сторону на три равные части, проводите линии, вы получаете четыре точки, рядом с которыми и следует располагать основные предметы. Предметы, объекты, фигуры людей, неважно, что это будет. У нас эта картинка очень даже прямо здорово по этому принципу работает. То есть у нас по одной линии располагается, примерно по одной линии идет амбар на дальнем плане, красивый столб, деревянное бревно, еще столбы тоже на пересечении этих линий. Давайте условно покажем, что где-то вот здесь у нас амбар располагается, бревна, вот еще и дерево вот здесь. То есть очень удачное расположение. Этот принцип работает и когда у вас лист расположен по горизонтали. То есть принцип работает безотказно, и для композиции вашего пейзажа я советую его использовать. Вот четыре точки, которые больше всего привлекают наш взгляд. Ну почему-то наш мозг так устроен, что мы смотрим на рисунок и концентрируем внимание в области этих точек. Поэтому рисунок, который я для вас подготовил, даже фотография, скорее фотография, она этими качествами уже обладает. То есть фотограф, который все это сделал, он грамотный человек. Итак, когда мы поняли принцип, давайте я проведу эти вспомогательные линии. Как и в прошлых рисунках, мы делаем вспомогательные линии. Они нам очень помогут. Вспомогательные линии не путать с линией горизонта. Линия горизонта, давайте ее обведем немножко плотнее. Это подготовительный этап. Теперь давайте, ориентируясь по вот этим направляющим, расположим основные предметы. Амбар, деревья дальнего плана, крупное дерево на переднем плане и ограждение переднего плана. Кстати, я хочу сказать, что я буду делать не зимний пейзаж, мне интересна только композиция, именно расположение и компоновка элементов. Я сделаю это пейзаж, будет такой осенний, красивый осенний пейзаж, никакого снега, красивая такая листва, желто-пастельных оттенков. Ну, в общем, поехали. ПОДПИОДЬМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Приступим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, приступаем к работе в цвете В пейзаже очень важно передать ощущение глубины пространства То есть, чтобы мы понимали, что ближе к нам расположено, что дальше Для этого нужно использовать следующий принцип Чем дальше находится объект от наблюдателя, то есть от нас Тем он становится все светлее, в нем преобладают приглушенные оттенки То есть, деревья, вы, наверное, замечали Далеко-далеко от вас, они голубые, такие, очень спокойного оттенка, практически прозрачные Такие, как будто деревья далеко растворяются в атмосфере Вот то же самое будем делать в нашем пейзаже Задний фон будет менее насыщенным, таким голубоватым Очень нежных, светлых оттенков Средний план уже будет понасыщеннее Цвета уже будут поярче, поинтенсивнее И на переднем плане будут самые яркие цвета Это один нюанс И второй нюанс Чем ближе к нам предмет, тем он больше детализирован Поэтому деревья на дальнем плане мы очень простенько будем показывать Дерево на среднем плане уже более проработанным Покажем листву Вот, и остается то, что на переднем плане Две птицы, столбы и растительность, высокая такая сухая трава Она будет самая такая проработанная То есть здесь даже стебельки будут видны Отдельно, отдельно будут видны И я вам советую начинать работать с дальнего плана Сначала дальний план, средний план Посмотрите, найдите примерно общие тона Каждой части рисунка А затем уже постепенно дорабатывайте Итак, поехали Кстати, вам еще понадобится палитра Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так, основное поле готово, теперь давайте займемся кроной дерева. Несколько оттенков зеленого я возьму и точно так же я буду повторять в листве эти же самые цвета, что пресной казался таким насыщенным и богатым. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Постепенно продолжается. Я стараюсь рисовать одновременно все части композиции, то есть и крону дерева, основные несколько слоев и задний план и средний план. Это очень напоминает работу художников цифровой графики, когда они от простого пятна развивают целую композицию. И у нас должно получаться примерно так же. Не следует брать один объект, один предмет, к примеру дерево это, и дорисовывать его буквально от и до. Все остальное при этом остаются беленьким. Не нужно. Гораздо интереснее работать и эффективнее работать над всей композицией. Вы сразу увидите соотношение цветов, тонов, что ярче, что темнее, что светлее. И постепенно будем уплотнять слои, делать что-то ярче, что-то темнее, добавлять детали. То есть мы двигаемся от общего к частному. Вот еще один такой принцип работы над пейзажем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...